Вокруг вопроса дресс-кода в Турции входят целые устоявшиеся годами стереотипы, в особенности среди населения стран СНГ. Несмотря на то, что сюда многие приезжают на пляжный отдых и вроде бы уже должны знать, как здесь одеваются. По-прежнему многие считают, что женщина обязана ходить в паранже, чтобы, не дай бог, кусочек тела не выглядывал, а то, ай-яй, распутница. Так вот, в этом видео мы расскажем тебе, так ли верны эти домыслы людей. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали, присоединяйся. Известно, что во многих странах Востока и мусульманских стран Европы женщины ущемлены в правах и обязаны выглядеть как-то по-особенному. Но Турция – это не мусульманская страна, как многие ошибочно полагают, а светское государство, где преобладает мусульманская религия. И этот статус страны сильно ее отличает от мусульманских стран, где правила внешнего вида, быта и культуры диктуют в первую очередь религия. В Турции равны права как мужчин, так и женщин. Закон един для всех. В интернете полным-полно инструкций, как должна выглядеть женщина в тех или иных местах страны или как должен быть одет мужчина. И мы прошерстили огромное количество статей на эту тему. И знаешь что? Во всех статьях абсолютнейший бред. В Турции действительно нередко встретишь женщину в паранже с открытым лицом или полностью закрытым, где видны только глаза. Но их не особо много. И если смотреть в целом и обратить внимание, сколько женщин на улице идет в религиозном одеянии, а сколько в европейском стиле одежды, то можно удивиться, что в хиджабах в разы меньше. И в подавляющем большинстве это совсем не турчанки, а арабы или сирийцы. Много молодых девушек ходят в красивых платках, а остальной стиль одежды европейский. Так вот эти платки совсем не связаны с религией. В Турции просто мода на кукольную голову. Для этого у них целая система надевания таких платков. Сначала надевают один пышный платок, а на него уже какой-нибудь красивый платок. И получается большая голова, напоминающая кукольную. Это считается красивым. Турчанки тоже могут носить паранжу или хиджаб, но это не от того, что их заставляет муж или отец, а по их собственному желанию в зависимости от степени их религиозности. Таких последние годы становится все меньше. Мы, кстати, этот пакт узнавали лично у местного населения. Да, из первоисточника. Специально спрашивали, задавались этим вопросом. И то, что женщины должны выходить на улицу только в сопровождении кого-то, это тоже миф. В Турции женщины могут выглядеть так, каким хочется. Огромное количество женщин ходит в открытой одежде, а порой в такой открытой, что обыватели страны СНГ, например, не поверят, что она турчанка. Мы ежедневно встречаем женщин, которые ходят в топиках типа бюстье, которые больше похожи на лич, а не на элемент уличной одежды, в супер коротких шортиках, обтягивающих леггинсах или велосипедках. Вообще все поголовные и при этом не надета даже длинная футболка, в очень открытых и супер коротких платьях. И представляешь, на них даже никто не смотрит косво. Я порой ловлю себя на мысли, что чувствую неловкость из-за того, что сама лично стесняюсь надеть леггинсы без длинной футболки, а они нет. Я еще в начале лета купила себе велосипедки и так до сих пор их и не надела, так как у меня не было длинной футболки. И вот недавно только ей обзавелась. Теперь хоть велосипедки поношу. Сейчас ведь они так модны. Но без длинной футболки пока я стесняюсь этого делать. А турчанки нет. Мужчины также одеты так, как им этого хочется. Нет такого, что они все поголовно носят светлые рубашки, брюки, как это написано в интернете. Многие носят укороченные шорты, майки с открытой грудью. А ты знаешь, в интернете еще пишут, что не дай бог ты где-то в городе расстегнешь рубашку, то к тебе сразу же подбежит полицейский и оштрафует тебя. Это бред. В кафе и ресторанах тоже нет никакого дресс-хода. Не надо рядиться в строгий костюм, если ты его отродясь не носишь. Тебя спокойно пустят и в майки, и в шортах. В какой-нибудь фишемебельный ресторан может и попросить прийти не в шортах, но это редкость. Так в фишемебельный ресторан тебе везде попросят прийти не в шортах, не в спортивном костюме. В любой стране. В любой стране, да. А вот в мечеть женщине действительно необходимо покрывать голову, плечи и колени. Но для этого совсем не обязательно идти в требуемом виде сразу, а можно взять одеяние прямо в лотке рядом с мечетью. А мужчине не обязательно идти в брюках и рубашке, если ты такое не носишь. Подойдут и удлиненные шорты, чтобы колени закрывали, и футболка. А на крайняк также одеяние можно взять перед мечетью в лапке. Внутрь мечети действительно следует заходить разувшись. Опять же, это религиозные учреждения, и это религиозные правила, а не какие-то светские нормы. На пляже также нет никаких правил. Надевают все обычный купальник, кто какой хочет, и никто тебе слова не скажет, и даже косо не глянет. Если видишь на пляже женщину в купальнике с закрытым телом, их таких крайне мало, то с большей вероятностью это не турчанка, а арабка и сирийка. А вот по городу ходить в купальнике – это признак плохого тона в любой стране, а не признак мусульманского государства. Обслуживание в гостинице также никак не зависит от твоего вида. Не верь страшилкам в интернете. Я лично вообще, когда читала все эти статьи из интернета, особенно пункты, как должна выглядеть женщина, в Турции именно, у меня складывалось впечатление, что их пишет какой-то женой-ненавистник, который только и мечтает запаковать каждую женщину, который не способен контролировать свои инстинкты. Это, знаешь, из разряда типа «что ты сделала, чтоб тебя не бил мужик?» или «не надо ходить в короткой юбке, потому что поэтому тебя изнасиловали?» Общество в Турции европизировано, и они стремятся к общему равенству и свободе для всех, вне зависимости от гендера. Конечно, бывают такие районы в отдаленных городках, где религиозных общин больше, чем в мегаполисах, но таковых все меньше. Так что езжай в Турцию и не парься за своего внешнего вида. Вокруг тебя будет столько женщин, так открыто одетых, что ты сама почувствуешь себя скромняшкой. Напиши в комментариях, с какими стереотипами сталкивался ты. Ну и раз уж ты там уже внизу, ты можешь сразу поставить лайк, чтобы это видео побольше людей увидело, и подписаться на канал. Тебе не сложно, а нам приятно. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...